Добрый день! Выпуск нашей передачи, как всегда, посвящен мировому финансовому кризису. Сегодня мы рассмотрим такие вопросы, как динамичное развитие Китая и его влияние на экономику Америки. И в связи с тем, что сейчас есть значительное количество мнений о том, что Китай впоследствии может оказать очень серьезное воздействие на американскую экономику, мы сейчас рассмотрим все эти вопросы. Михаил Базилинский, наш финансовый консультант, с удовольствием согласился нам помочь. Здравствуйте! Итак, первый вопрос. Михаил, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день действительно огромный торговый дефицит в Америке. И каким образом это все выражается? Ну, опять, это очень хороший вопрос. И, как известно, в Китае, поскольку это огромная страна и огромное количество рабочей силы, то производство в Китае в основном гораздо дешевле, чем в развитых странах, таких, как в Америке. И поэтому очень многие американские страны, такие, американские компании, например, такие, как IBM и многие другие, они открывают свое производство в Китае. И потом, значит, готовые продукты уже возвращаются обратно в Америку и в другие страны мира. Исходя из этого, есть огромный торговый дефицит между Китаем и Америкой. Скажите, пожалуйста, а почему вот в настоящее время действительно очень серьезно китайское правительство скупает облигации американских компаний? Это опять очень хороший вопрос. Дело в том, что если в Америке есть дефицит с Китаем, то у Китая есть положительный баланс в этих торговых отношениях. То есть фактически Китай, не только Китай, но Китай один из самых больших, если не самый большой, страна, которая покупает, финансирует этот дефицит за счет покупки американских облигаций. И сегодня у них больше, чем триллион долларов американских облигаций. То есть некоторые люди опасаются того, что в какой-то момент они могут повлиять или вдруг они начнут продавать огромное количество американских облигаций, поскольку доллар, например, начинает ослабевать. И тогда получается, что они теряют деньги. На самом деле, мое мнение, что эти страны в этом плане, они абсолютно взаимосвязаны. То есть Китай является как бы производственной базой Америки в большой степени. То есть товары более выгодно производить в Америке, я извиняюсь, производить в Китае и продавать в Америке. Тем самым это выгодно для обоих стран, поскольку Америка покупает товары, которые дешевле, хорошего качества. Ну, насчет качества многие говорят, что как раз-таки надо поспорить, потому что сейчас уже как-то все свыкли, что сделано в Китае. И действительно сейчас есть и серьезные торговые марки, которые все равно передислоцировали свое производство в Китае. Но по большому счету как раз-таки первое время шла волна ужасного качества. А сейчас как раз можно говорить о том, что качество товаров из Китая повышается. Да, конечно. И опять было очень интересно, что лет 40-50 назад были точно такие же разговоры об Японии. Что все смеялись над японскими машинами, что это как бы какой-то кусок жести. А сейчас японские... Сейчас и делающие. Ну да, то же самое происходит с Китаем. Конечно, это не все, да. Но тенденция идет к тому, что качество того, что они производят, довольно-таки высокого качества и становится еще лучше. Хорошо, Михаил. Тогда скажите вот такой вопрос. Вы говорите, что обоюдное взаимное сотрудничество, которое благоприятно для обоих стран. Но американцы вот сейчас действительно идет стремительно большой процент безработицы. В связи с тем, что многие предприятия и компании, которые раньше функционировали на территории Америки, передислацировались на территорию Китая, было заметное падение, скажем так. Многие потеряли рабочие места, фабрики и заводы закрывались, которые производили. Там же те же товары легкой промышленности. И люди остались безработными. И, в общем-то, они вправе обвинить то, что, скажем так, как раз-таки Китай в том, что они... То есть уровень безработицы в Америке увеличился именно из-за этого? Вопрос хороший, сложный и огромный. Я думаю, что нам нужно в одной из наших будущих передач осветить эту тему. Но дело в том, что, чтобы ответить на этот вопрос как бы кратко, то мы, как покупатели, мы покупаем товар, который самый выгодный. То есть сегодня многие товары, которые раньше производились в Америке, они просто не смогли больше конкурировать из-за того, что рабочая сила, который, насколько я знаю, 70-80% от любого товара – это рабочая сила. Если этот компонент уменьшить, скажем, наполовину... Да, зато только уменьшается. Да, да, так это, конечно... Стоимость товара тоже. То есть это одна из причин, почему большинство промышленного производства уходит из Америки в другие страны. Китай только одна из этих стран. Хорошо, стремительный рост китайской экономики. Следующий, какую можно страну назвать? Ну, я бы сказал Индия, да, где это из огромных стран, где население больше миллиарда. Но там тенденция, они более конкурируют, например, в такой индустрии, как хай-тек. Очень многие люди знают сегодня, если у них какой-то вопрос о компьютерах и так далее, они могут, не подозревая, разговаривать с кем-то в Бомбее или еще в каком-то индийском городе, где сегодня, если вы звоните с вопросом, вы получаете квалифицированный ответ из Индии. Дорогие земляки, следующий выпуск нашей передачи мы как раз-таки продолжим. Мы поговорим об образовании и проведем сравнительный анализ, что происходит в Америке и Канаде, а также в Индии и Китае. Оставайтесь с нами, смотрите выпуски наших передач, а также более подробную информацию на персональном сайте на Михаила Базилинского, базилинские земляки.тв, где конкретно предложены все наши передачи и выпуски, а также публикации, посвященные мировому финансовому кризису и мировой финансовой системе. Всего доброго, до свидания. До свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok